Забавные колпачки и пышные бороды, красненькие платьица и головные уборы. Но вылитые герои новогодних праздников. На выходных в столице прошло забавное шествие Дед Морозов, Снегурочек, их западных товарищей Санта и Миссис Клаус, а также и других сказочных новогодних персонажей. Предновогоднее мероприятие прошло в парке победы имени Деира Осанова. Участником с забегом мог стать любой желающий и главным условием забега было желание переодолеть дистанцию и в своем наряде иметь какой-нибудь новогодний атрибут. Маршрут один, но длина их разная. Кто хотел, мог бежать марафон в 42 километра, другие полумарафон и символические 16,3 километра. Впрочем, бежать было необязательно. Те же дистанции можно было пройти и пешком, в том числе с использованием палок для скандинавской ходьбы. Такая прогулка, как рассказывали ее участники, по нарядным улочкам принесла им не только здоровье, но и удовольствие. Старт спортсмены взяли у памятника жертв блокады Ленинграда в парке имени Деира Осанова. Марафонцам пришлось сделать пять кругов по очерченному маршруту, который был составлен из отрезков улицы Батик-Батыра, проспекта Манаса и Масалиева. Бежать и шагать участникам было довольно удобно, ведь весь маршрут пролегал по новенькому тротуару. Так еще и почти в плюс 15. Но многие, напротив, назвали это минусом. Уж очень тепло было для Дедов Морозов. Самая короткая дистанция оказалась та, что всего на километр. По ней бежали дети. Костюмированные. Здесь бегут и зайчики, и белочки, и Дед Морозы, и Снегурочки. И у нас каждый раз много новых людей, и это действительно классно. Приходят с детьми, да, каждый раз приходят с детьми, и детки бегут. Даже им, говоришь, быстро не бежать, они все равно быстрее взрослых даже прибегают. Смотря на то, что новогодний марафон называют забегом Дед Морозов и Снегурочек, участники преимущественно бежали в легкой одежде. Бегунов в традиционном длинном красном или синем халате и валеньках не было. В таких праздничных костюмах было неудобно. Тяжело и жарко, говорят участники. Но выход спортсмены нашли и не стали нарушать условия забега. Придумали использовать в одежду яркую новогоднюю деталь. Тот обижал со сверкающей мишурой, а другие надели колпачки с бородой. Но все-таки нашлись те, кто наледились в костюмы. Например, Руслана, как она сама говорит, сегодня миссис Клаус. Костюм был выбран специально в преддверии Рождества. Я вообще занимаюсь велоспортом, бегать начала летом. И с лета начала увлекаться пробежками. И айран – это моя третья или четвертая пробежка. И вот. А сегодня я планирую пробежать 8,3. Ранее я пробегала 16,6. Но в этот раз решила пробежать, скажем так, на лайте. В новогоднем марафоне приняли участие 15 детей из 60 взрослых бегунов. Не менее интересной стала задумка по определению победителей забега. Ведь организаторы награждали не первых прибывших к финишу участников, а выбрали их с помощью лотереи. Большой барабан загрузили номера бегунов, которые потом вытягивались из него случайным образом. Поэтому надеяться участникам можно было лишь на удачу и волшебство. Но главным их подарочком, как еще раз отметили авторы идеи этого забега, стало очередное спортивное действие в копилку участника для укрепления его собственного здоровья.